Продолжаем с вами изучать курс теоретические основы кибернетики. Сегодня мы рассмотрим некоторые правила и процедуры преобразования структурных схем. Мы с вами говорили о том, что различные звенья системы автоматического управления можно представить собой в качестве последовательных соединений, параллельных соединений, каких-то элементарных звеньев, соединений с обратной связью и эквивалентных звеньев. Эквивалентное звено представляет собой реализацию соответствующих соединений параллельного последовательного с обратной связью других звеньев. Правило действует следующее. Если у нас звенья соединяются последовательно, то их передаточные функции перемножаются. Если параллельно, то они складываются. Если имеется звено с обратной, отрицательной обратной связью, или положительной обратной связью, то соответственно применяется передаточная функция, которая вычисляется как дробь, числитель которой является передаточная функция прямого передачи сигнала. А знаменателем является величина единица плюс-минус V1 на V2, то есть числительный знаменатель соответственно плюс соответствует звену с отрицательной обратной связью, минус с положительной. Вот здесь это рассмотрено более подробно, но уже без структурной схемы. При этом действует теорема Майсона, которая связывает некоторую входную переменную, как внешнее воздействие, с некоторой выходной переменной игрой, и определяется по следующей форме. Передаточная функция, как мы с вами уже проходили, равняется Y от поделённой на O от P, соответственно представляется как некоторая разность сигналов и имеет следующие смыслы. V и T от P это передача Итого пути к Y, VK это сумма передач всех контуров, V2K это сумма произведений передач всех, не касающихся другого контура, взятых подвода и так далее. Вот это универсальная формула, по которой можно вывести любую передаточную функцию, любых звеньев. Но она применяется достаточно редко, потому что есть возможность вычислять передаточные функции, результирующие по тем правилам, о которых мы говорили с вами только что. При преобразованиях структурных схем тоже применяются определённые правила. Для чего применяется преобразование? Для того, чтобы корректировать работу передаточной системы, передаточные функции в целом. Ну, например, здесь показано преобразование вот одной схемы в другую, да? И у нас уже получается, что мы вот как бы этот узел растащили и развели от модуля С. Критерий эквивалентности исходной преобразованной схем эта операция преобразования не должна изменять ни одной из передаточных функций, связывающей каждый вход с каждым выходом. То есть при этом не должна изменяться А, Б, С. Мы ввели дополнительный контур С, но при этом не изменили ничего вокруг и до него. Здесь показаны эквивалентные структурные преобразования, которые применяются при передаче схем. Ну, перестановка звеньев. Как хорошо вы знаете, перестановка ничего нам не меняет. Было В1 умножить на В2, стало В2 умножить на В1. Перестановка сумматоров. Тоже ничего существенного не происходит, поскольку информация, ток метаболизма или еще какие-то процессы передаются практически то же самое. То есть схемы эти будут эквивалентны. Объединение-разъединение звеньев. Ну, здесь вот вы видите, как мы два узла объединили в один. И х4 у нас стало объединяться с х2 и х1 суммы. Вот. И с х3, да. Тем самым мы убрали лишнее звено. И перестановка. Ну, здесь перестановка, так же, как и здесь. Существенных изменений не происходит. Эквивалентные структурные преобразования показаны на этой схеме. В данном случае показан переход узла через передаточную функцию, через какой-то ноту. Ну, вы видите, что в этом случае, чтобы у нас выполнились те же самые преобразования на выходе, чтобы игрок был то же самое, мы ввели дополнительное звено В. При переносе узла в обратную сторону мы, соответственно, должны ввести в это дополнительное звено какой-то узел с передаточной функцией какой-то схемы обратной и с комом. Перестановка звена, ну, происходит аналогичным образом. Если мы переставили его влево, то есть на передачу х, то есть если должен у нас появиться у с этой функцией. Здесь она пока. Ну, и, соответственно, если вправо, то применяется обратная функция от нее, да, чтобы х у нас был тем же самым, что и в начале. Логарифмические частотные характеристики разогнутых систем. Рассмотрим систему автоматического управления, структурная схема, которая имеет вид, ну, типовая. К такой структурной схеме может привести любую систему автоматического управления с помощью преобразований структурных схем. По определенным правилам. Как следует из расчетной структурной схемы, которая у нас была на рисунке, да. Ну, вернемся, ну, сейчас чуть-чуть. В данном случае, что мы наблюдаем? Мы наблюдаем, что ЕС равняется ЖС минус ХС, а соответственно, Эпсула от Т, если мы переходим к временным характеристикам, равняется ЖАТ минус ХС. В случае, если они равны, или если Эпсула от Т равен ЖАТ для всех значений Т, то говорят, что система автоматического управления, разогнута. То есть, отсутствует главная обратная связь. Передаточная функция разогнута, система автоматического управления, можно представить в виде передаточных элементарных функций, которые у нас состоят. Поскольку в данном случае наблюдаются последовательные соединения, то и общая передаточная функция будет как произведение этих всех элементарных функций. Модули в этом случае определяются как модули общие, и фазы как аргументы от общей передачной функции, связанные между ними соотношениями. Модули, естественно, будут, как хорошо вы видите, связаны с произведениями амплитуд, а фазы их суммы. То есть, если так сказать подробно, то есть, если мы применяем несколько передаточных звеньев, то их амплитуды будут перемножаться, а угол сдвига фазовый, он будет суммироваться. Отсюда следует, если мы возьмем логариф, что амплитудно-частотные характеристики разобной системы определяют следующим образом. Ну, поскольку мы используем единицы измерения децибел, то появляется множитель 20. Соответственно. И сказано следующее, что для построения логарифмических частотных характеристик разобнутой, системы автоматического управления необходимы. Первое. Определить передаточную функцию разобнутой системы и представить ее в виде произведения элементарных звеньев. Затем построить логарифмические частотные характеристики этих элементарных звеньев. И затем эти характеристики просто-напросто графически легко суммировать. Например. Требуется построить логарифмическую частотную характеристику с передаточной функцией, указанной на рисунке. Решение. Передаточная функция разобнутой системы можно представить в виде звеньев. Раз, два, три. Интегрирующие звено. Апериодическое звено. И усилительное звено. Затем строятся логарифмические частотные характеристики каждого из этих звеньев. И происходит и графическое сложение. Вот это показано на рисунке. Можно три элементарных звена. Мы их аппроцимировали прямыми. И просто-напросто затем сложили. Поскольку логарифм от произведения равен сумме логарифмической частотной характеристики. Фаза, как мы тоже с вами договорились. То есть они тоже будут складываться. Пример еще рассмотрим. Допустим, требуется построить логарифмическую амплитудно-частотную характеристику системы. И ставлена достаточно сложной передаточная функция. То есть вы видите здесь в числителе уравнения первого порядка. Здесь уравнение передаточной функции второго порядка. Нужно на первом порядке. Лишение. Представляем ее в виде произведения трех элементарных звеней. К. Вот она. Единица, деленная на С. Единица, деленная на Т. Один С плюс один. Все это умножается на Тау С плюс один. И делится. Или точнее говоря, умножается на обратную функцию. Единица на Т2С плюс два Эпсилля Т. Это С плюс один. В результате получаем три элементарных, вернее четыре элементарных звена. И асимптотическо-логарифмическая амплитудно-частотная характеристика состоит из пяти асимптотических логарифмических амплитудно-частотных характеристик каждого из звеней. Первое звено усилительное, второе интегрирующее, третье периодическое и четвертое В3-Альтез. Дифференциальное звено или форсирующее звено, то есть ускоряющее звено первого порядка. Тогда соответственно В4, который мы рассматриваем, это будет колебательное звено. Зависимо от соотношения этих величин, это будут колебания, они будут устойчивы. Или асимптотически стремиться к определенной величине, или, так сказать, входить в разбаланс, то есть все время увеличивать свою амплитуду. Определяются сопрягающие частоты. Достаточно легко это делается, да? Знаю Т1, Т2 и Тау. Это вот то, что мы вот здесь вот были предыдущие. Тау, 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 тау. Вот. И постоянное время не задаем таким образом, чтобы W1, частота была меньше В2 и В3. Отмечаем на оси частоты. При этом используем логарифмический масштаб. Тогда логарифмическая амплитудно-частотная характеристика определяется уравнением. Берем логарифт. Поскольку это произведение, то будет у нас в данном случае сумма со соответствующими знаками. Вот оно у нас. Примечание. При построении симптотической логарифметической амплитудно-частотной характеристики элементарных звеньев, при частотах меньше сопрягающей частоты, под корнем оставляя только единицу, а остальными членами пренебрегая. При частотах больших сопрягающей частоты, оставляя члены с наивысшей степенью W. Но если вы вспомните из математики курс, как вы определяли пределы дроги и так далее, то вы поймете, почему это одиннадцать. То есть при возрастании частоты, действительно, эти показатели, члены резко уменьшаются, ими можно пренебречь. Ну, если рассматривать пример дальше, то мы видим, что при W частоты первой меньше второй, уравнение первой симптоты, соответственно, получается 20 логарифм К минус 20 логарифм на частоту. Ну, согласно этому уравнению, первая симптота проводит через точку с координатами, ну, дальше как прямой обычно. Вы строите 20 логарифм К, и она оканчивается на первой сопрягающей с ней частоты, W равной V1. При следующей частоте аналогично получаем вот следующий фон. Это уравнение второй симптоты. Мы еще раз посмотрим внимательно на наши звенья. Посмотрим, как мы делали преобразование. Получали симптоты последовательные, да? И вот, наконец, мы построили график требуемого. Наклон изменяется, соответственно, на минус 20 дБ, потом еще минус 20, потом еще, потом он сверху поднимается на минус 20, и снова выпускается на минус 20 дБ. Это уравнение третьей симптоты. Третью симптоту проводят от конца второй до третьей сопрягающей частоте, и при частоте больше омега-3 получается следующий уравнение. Это уравнение последней, четвертой симптоты. Ее наклон изменяется по отношению к третьей симптоте на минус 40 дБ на декаду. Теперь можно сформулировать общее правило построения симптотической амплитудно-частотной характеристик системы с передаточной функцией, показанной на рисунке, то есть она когда равна произведению элементарных звеньев. Итак, правило построения симптотических амплитудно-частотных характеристик разогнутых систем автоматического управления. Передаточная функция разогнутой системы автоматического управления имеет вид. Полином одной степени делится на полином другой степени. Представим передаточную функцию разогнутой системы управления в виде произведения элементарных функций. Третье. Определяем сопрягающие частоты и значения 20 логарифт К, которые наносят на ось соответствующей частоте W омега и отмечают точку с соответствующими координатами. Через точку с данными координатами проводят первую симптоту с наклоном минус 20 дБ на декаду до первой сопрягающей частоты. Напомню, что декада это 10. Поэтому, когда мы берем логарифм десятичный и строим логарифмическом масштабе, то это, собственно говоря, обычный график, где декада является единицей. Провод второй симптот от правого конца первой до второй сопрягающей частоты. Ее наклон изменяется соответственно в зависимости от того, что у нас было на плюс минус дБ на декаду или на плюс минус 40 дБ на декаду. В зависимости от того, является ли сопрягающаяся частота периодического дифференциальной звеной первого порядка или иной. Дальше. Строится от каждого последующего симптота аналогичный второй. Изменение наклона следующей симптоты зависит от того, сопрягающаяся частота какого элементарного звена ей является. То есть это будет опять минус 20 или плюс 20, минус 40 или плюс 40 дБ на декаду. Если какая-то сопрягающаяся частота является кратной, то есть они равны, ее кратность равна некоторому числу, то есть имеется по сути дела μ одинаковых элементарных изменений, то изменение наклона при этой частоте естественно будет в μ раз больше, чем при соответствующей простой частоте. Возьмите логарифм и ввинитесь в этом самом. А для колебательных звеньев необходимо выполнять поправку в соответствии с графиками, шаблонами. Ну, например, вот по этой формуле. Поскольку мы брали асимптоты, то нам необходимо вводить эту поправку. Напомним, что вот величина, она является одной из характеристик уравнения передаточной функции. Ну, вот вкратце то, что хотелось вам сказать на сегодня по поводу преобразования структурных схем, по поводу того, как мы можем корректировать структурные схемы. Это хорошо делать, еще раз подчеркну, на многоритмической частотной характеристике. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, отправляйте их по адресу. Спасибо. 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 Спасибо.